Это что такое? Это полный пииться И всем привет ребята. Как вы знаете, я себе ком собираюсь обновлять Но решил залезть на ютуб, посмотреть Что здесь, какие вообще бывают сборки И нашел короче сборку за 20, когда за 100 А я думаю, да фу, это для каких то бомжей О, игровой компьютер за миллион рублей Думаю, заебись Охуенно, сейчас себе куплю Давайте ребята, как раз таки, сразу вместе Вот я с вами, а вы со мной посмотрим обзор На мой новый компьютер Ну что, погнали? Всем привет, друзья, меня зовут Тимур, и сейчас... Здорово, Тимурка, а что с лицом? Сейчас я вам покажу... Не понял, что с качеством? А, 4К, ну, в принципе, ну, нормально, ребят, качество 4К, все дела по HD, да, да. Очень мощный и крутой, и самое главное, здоровый компьютер, который стоит далеко даже не 100 тысяч рублей, не 200, не 200, не сколько, не 500. Даже не 500. А сколько, сколько? Миллион, миллион. А если быть точным, то 799 тысяч рублей. Тысяч рублей, серьезно, написано за миллион рублей. Эй, сука, наебалово. Ну ладно, смотрим дальше. Сынок, весит он тоже. Хуян, дурь. Соответствующий. Бедняга, устал. Это игровой компьютер. Как называется? Предатор. Ага. Орион 9000. Звучит мощно. Звучит так, как будто бы это какое-то название огромное. Какое-то название. Меха, и откуда-нибудь из Японии. А, ну, понятно. Хотя, знаете, внешне... Есть некоторое сходство. Ну, понятно. Папам, нормально, топ-интро, ребята. Тимур Сидельников получает по лицу. Бам, нахуй. О! Музыка, мое почтение. Опа! Ля, как умеет. Молодец. Открыл. Какой вопрос? Как его достать? Действительно. Ну, давай, попробуй. Доставай, доставай быстрее уже. Я уже жду, не дождусь. Хуй, андук. Так. Попробуй представить. Давай, 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 давай. Коробочка. А, ну, давайте, давайте, блядь, для начала в коробочке посмотрим, что нахер нам компьютер. Вот, давайте посмотрим на провода. Ну, да, давай. Слушай, у нас тут есть кабель для подключения. Для интернету, да. Как же без него? Кабель питания. Тю, я думал, по Wi-Fi подключаться, блядь, будет. Сука! Дайте видео записать, а, ну, пиздец. Кто мне опять звонит? У них немножко разные разъемы, и, честно говоря, вот этот меня немного пугает. Теперь самому компьютеру. Меня тоже страстно вырубает. Давай, доставай. Специальные ручки. Ну, как же без ручек? Не уверен, что это будет легко. Давай, 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 ты сможешь, у тебя получится. Опа, молодец. Ля какой. Это было совсем нелегко. Понимаю, понимаю, да. Ну, сколько он весит? Сколько? Килограмм 15, наверное, здесь точно есть. Килограмм 15, инфо сотка, ребят. Можно установить. Хуендук. Ну, в принципе, так можно и оставить, нормально. Класс долой, полиэтилен долой. Все, долой, компьютер долой. Посмотрим на этот системный. А, ну, давай посмотрим. Поближе. Поближе, на что мы сразу обратили внимание, это удобные ручки. Это удобные ручки. Для того, чтобы компьютер можно было поставить на стол. Или, соответственно, чтобы его с этого стола убрать. А, ну да, я же каждый день компьютер ставлю на стол, обратно ставлю на пол и опять на стол. Ну, короче, ну, в принципе, нормально. Как обычно, все так делают. Во-первых. Во-первых. Серьезно. А, ну, покажи. Действительно. Вау. Хоп. Вы посмотрите на этот кейс. Ребят, это реально, это ком за 1 миллион рублей. Посмотрите, по-моему, по-моему, это обычный офис на дешманский кейс, который просто, на который просто нахерачили какие-то обвесы вот эти пластиковые. Ну, ладно, смотрим дальше. Он говорит, он разбирается. Ничего себе. Ребят, инновации, innovation. За миллион рублей еще бы. Так же слева. Ху, серьезно, блин. Ребят, я такое вообще впервые, на самом деле, вижу, чтобы компьютер открывался с обеих сторон, блядь. Надо брать годно, годно, годно. Самое интересное, что напоминает дверцу от микроволновки. Дверцу от микроволновки. А, что ж. Дело в том, что в этот компьютер встроена функция реально микроволновой печки, блядь. В нем можно реально что-нибудь подогреть. Защищает. Да. Охуеть, вы понимаете, там компоненты настолько мощные, что они выделяют излучение, блядь. Можно дозу радиации получить. Фуф, опасный компьютер, надо брать. Кстати, о нем. Ну, давай. А что не три? 2080 Ti. Вау. Топ. Угу. Ну, давай, расскажи. На. Хорошо. Ой, великолепно. Ой, супер. Киберпанк. Все будет работать. Все будет на ультра. Будут с поддержкой. Надеюсь, косынка и дурак там, пассианс тоже будут работать на ультрах. Просто у меня, блин, лагает. Главное, чтобы все работало хорошо. Так. Я разницы вообще не увидел. Здесь тоже разницы я не увидел. Все это становится более динамичным и естественным. Ну, здесь просто я увидел отражение. Ну, понятно. Ну, по-моему, стоит миллион. Ну, а также технология со страшным названием. Страшным названием. А, я же спугался. Ух ты. За счет искусственного интеллекта. Неплохо, неплохо. Надо брать. Хоть кто-то у меня и меня будет в этой комнате. Компьютер с искусственным интеллектом. Геймворкс, который отвечает за моделирование психических эффектов и создаёт реалистичную картинку. Я разницы вообще не вижу. Движущийся волос, там различная шерсть, переменующаяся трава, взрывы. Ну, да. Вот именно какая-то там трава, какие-то волосы. Это то, что мне нужно, чтобы я вот играл и смотрел на это. Ну, как же без этого? Ну, блядь. И прочие радости жизни. А? Прочие радости жизни. Косынка и дурак. И пассианс. Вот это радости жизни на ультрах с трассировкой лучей. Заебись. Заебись. А, это что такое? А-а-а. Это что, изолента? А я думал о сова. Нормально, чули. Изоленточка. Нихуёло. В компьютере за 1 миллион. Эдишн. У этого зверя 18 чертовых ядер. И изолента. И 3. Для того, чтобы ничего не тормозило и все работало как надо. Да. А даже то, что не надо, чтобы оно тоже работало и тоже ни черта не тормозило. Фон золотых цитат, ребят, записывайте. Когда не знаешь, как оправдать комп за 1 миллион рублей. 18 ядер. 18 ядер. А что будет, если ему сказать, что есть процессоры, где 64 ядра? Блядь. 18. Да боже, мне кажется, он реально сознание потеряет. Продолжаем нашу занятную рефть. Продолжаем. Блядь. Это что такое? Это полный пиздец. Изолента, блядь. Серьезно? Это что за новые технологии, ребят? Вы не понимаете? Блядь, посмотрите на эту оперативную память. И суммарно они дают нам 128 гигов оперативы. Ни хрена себе, на калькуляторе почитал что ли? Ля-ля. С таким количеством можно открывать целую кучу программ. Вы просто не понимаете. Кучу программ вкладок в хроме. Вкладок в хроме, да. Особенно с пар... В смысле с очень важной информацией. Зайбумба. Посмотрите, ребят, на эту оперативную память. Почему она такая дешевая? Где радиаторы? Что это такое? Это комп за 1 миллион? Блин, слушайте, я что-то уже перехотел брать его. Но, помимо... Что за изолента, блядь? Что это за проводки? ...оперативной памяти тут еще есть и Intel Optane до 32 гигабайт, которая не только ускоряет запуск системы, но и ускоряет жесткие диски практически до уровня SSD. Да ебануться, мне кажется, если ускорить нам максимальную мощность, на нем можно в космос, блядь, улететь. Держишься за вот эти ручки и полетел нормально. А если вокруг таких компьютеров много поставить, можно вообще атомный коллайдер сделать. Кстати, о них. И тут два, на 512 гигабайт. Ну, а также еще и поставили сюда хард на целых 3 терабайта. 10 терабайт, 20 терабайт. Не, не слышали. За миллион рублей 3 терабайта. Да, пойдем, нормально, похуй. Чтобы можно было захламить компьютер целой кучей каких-нибудь игр. Куча, куча игр. И вообще никогда ни одну, ни каких обстоятельствах не удаляли. Игр. 3 терабайта памяти. Блядь. Такое впечатление, что он в пещере 20 лет сидел, его выпустили, резко ему показали вот этот вот компьютер в офисном, вот в таком вот кейсе. И говорят, что тут 3 терабайта памяти, 18 ядер. И он этому удивляется. Блядь, я не помню, он идиот или пиздец? Или он в прошлом где-то застрял? Самое крутое в системнике, знаете что? Что именно? Он здоровый и тяжелый. Ну, в принципе, и все. И для того, чтобы его удобнее было переносить, тут есть пара колес. Колесики, блядь. Это чемодан на колесах. Я правда не знаю, куда и зачем придется такой системе перетаскивать, но при этом колесах есть. Я тоже не знаю. И с их помощью его можно очень удобно перетаскивать. Я знаю, что можно взять. Можно на него жопой сесть, крепко держаться за эти ручки и уехать нахуй куда-нибудь в путешествие, блядь. Но опять же повторюсь, куда и зачем, я без понятия. Да в путешествие, я говорю, сел, поехал. Ускорение включить и погнал, нормально. Да в принципе, нахуй оно и надо, да. Ну, в принципе, да. В компьютере за 1 миллион рублей, все по стандарту. Ну, что вы еще хотите? Это какой-то, тьфу, какой-то миллион рублей. Вы что? Да, суй куда хочешь. Сзади, спереди, инновации. Турбо. Я говорю, блядь, это компьютер самокат. Сел, блядь, и поехал. Нажал турбо. Ммм, хоть в космос, блядь. Самое интересное. Как тебе такое, Илон Маск? Подсветка. О, подсветочка. В нем даже подсветка есть. Ну, давай. Ну, давай, давай, давай. О, музычка. Мое почтение. Больше пафоса. Бас, бузык. Бау. Не, по-моему, угодно. За один миллион топ-подсветка. Ничего не скажешь. А, ля, ля как. Ля как переливается. Система охлаждения здесь похожа. Подожди, какая система охлаждения? Мы же про подсветку. На настоящее произведение искусства. Ммм, на настоящее произведение искусства. Прямо как Квадрат Малевича. На что похож? Камеру криогенной заморозки. Заебись, ребят. Вот эта подсветка за один миллион рублей. Не, вот это, вот это все хуйня. Вот это вот хуйня. Вот это. Тьфу. Вот. Вот подсветка. Вот это топ-подсветка. Горячие и холодные потоки. Какие? Ничего себе, серьезно? Все отдельно охлаждается? Я думал, просто стоишь один огромный кулер, и у тебя все одновременно. А тут окажется, все отдельно, ребят. Все отдельно. А у меня все вместе. У меня один кулер стоит, все охлаждает. Процессор, материнку, блять. Видеокарту, все. Айстуну 2. Еще название ждали. Ммм. О, подсветка, наконец-то. Абсолютно все. Абсолютно все. Абсолютно все. 16 миллионов цветов. Хрена себе. Эту подсветку можно вместо монитора, мне кажется, использовать. И заканчивая тем, что внутри, там, в глубине, подсвечиваются абсолютно все... Ну, ты ж уже сказал, все подсвечивается. Круто. Материнская плата подсвечивается. Заебись. 4 светодиодика. Это все подсвечивается, ребята. 4 светодиодика, которые припаяны просто на плату. Не, ну, это топ за свои деньги. Топ. Топ реально за свои деньги. За миллион рублей, ребята. Вот это все хуйня. Вот это, что вы видели. Тьфу, фу, фу. Говно. Вот это заебись. Блять. Ну, изолента с проводком меня доставляет, конечно. Нанотехнологии. Все горит. Все, что может гореть. Горит все, что можно гореть. Не, ну, в принципе, можно его бензином облить, блять, кинуть спичку. Тогда будет точно гореть все, что может. Плюс все это настраивается на какой угодно вообще пожелаете цвет. Ни хрена себе, на какой угодно пожелаете цвет. Вау. Вот это прям неожиданно. За миллион годно-годно. Вообще любые. Что можно ебануться. Просто. С ума сойти можно. Закончили. Все. Касьянцы, там, пасьянцы, дурачок, там, косыночка, да? Все на ультрах будет. И любую мимическую морщину Киану Ривза рассмотреть просто на ура. Ну да, я же для этого и буду играть в эту игру, чтобы посмотреть на морщинки Киану Ривза, блять. Ну, в принципе. В принципе, да. Поддержку шлема виртуальной реальности. Да, и мимическую контенту. Это просто на изи. Изи. Но. Так, а что нету? И ему нужен соответствующий монитор. А, действительно, блять. Крутой телевизор, блять. Ху, Яндук. Ля, какой. Все от серии Predator. Ну, а как же? Больше двухсот тысяч рублей. Двести тысяч рублей. До копейки. Давайте посмотрим, что мы получаем за такие огромные. Черт возьми деньги. Мы получаем, во-первых, коробку, блять. Это очень широкий монитор с разрешением 3400 на 1400 точек. Соотношением сторон 21 к 9. Угу. Он изогнутый. Изогнутый. А в состоянии выдаёт картинку на целых 200 ГГц. Ну, и, естественно, куда же без NVIDIA G-Sync Ultimate, чтобы картинка у нас не плясала куда не надо. Чтобы это не значило. Картинка не плясала куда не надо, чтобы это не значило. А, ну понятно. Но самое интересное, на что я хотел бы посмотреть, даже на картинке, смотрите, у монитора нету грани. Не то, что практически нет, да, то есть вот только снизу. Блять, а я понимаю, что ты купил за 200 тысяч коробку. Ну, сука, достань монитор уже. Вот это вот называется Zero Frame. А, Zero Frame называется. Полезная информация. Давай дальше на коробку смотреть. Наконец-то, он додумался, догадался. А, опа. Ну, давай, давай, открывай. Ого, оказывается, тут открывать надо немного по-другому. А, ну, действительно, блять. Обратно. Открывать вот таким способом. Ни разу я с таким не сталкивался. Смотрите, раз. Хорошо, что ты сказал. А то я бы случайно его найду. Так. Охрененно огромный блок питания. Честно говоря, таких здоровых для монитора я давненько не видел. Мне кажется, этот один блок питания уже весь монитор заменяет. 20 вольт и... Просто стоишь и смотришь на него. Полезная информация. Серьезная штука. Кабель питания. Чего, я думал, по Wi-Fi. И крепление на стену. Двухсторонний скотч не взлетает. Серьезно, монитор, блядь. Я думал, тут труп. Он уже собран. Собран. Вау. Да, давай заценим, как выглядит дизайн в коробке. Да доставай его уже. Давай, давай, давай. Чертовски круто. Да я вижу. Я уже кончил. Достали. Коробку убрали. Поставили. И все. И пускай так стоит нормально. А, осталось только включить. Кручу, куда хочу. Влево, а вправо. А вверх-вниз. Ух ты. Нормально. А можно его на 360 вращать, как вентилятор, блядь. Очень круто. Особенно, когда этот монитор стоит спиной к тебе. Да. Либо к стене. Очень круто. На один раз. Такой джойстик. Мне кажется, блядь, с помощью него можно вообще выгра играть. Давай, подключай. Посмотрим, как это все бомбически будет выглядеть вместе. Ну, опять музыка. Мое почтение. Что, бас-музык, пацаны? Е-е-е. Ля-а-а. Секс. Ля-а-а. Ля какой. За е-бумба. Все, беру. Однозначно беру. Не, миллион у меня есть, в принципе, хватает. Нормально. Вот это топ. Вот это топ сборка. Один миллион рублей. За е-бись. Годно. Охуенно. Вот во что нужно играть в компьютер за один миллион рублей? Фортнайт, блядь. Ну да. Это ж очень... Производительная... Это ж очень сложная игра, да. А-а-а. Так. Ну и естественно, куда же без квантовых точек? Ну куда ж без них? Без них никуда. Ни на свадьбу, ни на похороны. Оттенков для того, чтобы охватить 90% цветовой гаммы DCI-п. А че не 100% цветовой гаммы? Как бы миллион рублей можно было бы и 100% цветовой гаммы. Такой же, как и в современных цифровых кинотеатрах. Монитор оснащен... В современных цифровых кинотеатрах. Вот каждый знает, что ж там у нас в современных цифровых кинотеатрах. Ну понятно. ВА-матрице. Спасибо, что объяснил. Обзор у него будет до 178 градусов. И смотреться на нем все будет в любых условиях, под любым углом вообще. Ну да, можно монитор даже боком поставить. Зачем его лицом к себе ставить? Боком поставил, заебись. И играй. Как угодно. Как угодно. Естественная картинка. Ну естественно, производитель не забыл о нашем с вами здоровье. Ой, какой хороший. Ой, заботливый производитель. Снижает уровень мерцания и защищает наши глаза от усталости. Офигенно. Компьютер защищен от радиоизлучения. То есть вы не получите рак. Монитор тоже защищает ваши глазки. По-моему, это самый безопасный компьютер на планете. И великолепно. Можно эти компьютеры в больницу поставить. Ты приходишь, играешь и лечишься. Чистая энергия работает. Суть сейчас ушел и чистой космической энергии пошла. Вот это вы ощущаете? Уже предусловлены в пресетах на все случаи жизни. Три из которых вы... На все случаи жизни. Для экшена, для гонок. Для экшена, для гонок. Ну да, я же каждый раз перед тем, как зайти в игру, начинаю профили дырочить. Ну естественно, пресетов в этом мониторе можно все, что угодно. Все, что угодно. А функция вентилятора есть, чтобы он вращался на 360 и дул мне в лицо. Одного миллиона рублей. Скажи еще раз. Мышка и клавиатура? Действительно. Не, в принципе, я на одной мышке играл в CSGO. Мне нормально. Кто был на стриме, тот вспомнит. На периферии, да? Такая вот. Ух ты, какая игровая периферия. Надеюсь, она тоже безопасная, чтобы пальчики об нее не поломать. И не поцарапать, не порезать. И вот сейчас, когда вся эта красота у меня стоит на столе, возникает... Да, великолепно. Класс. Топчик. Какие впечатления от игры на компьютере стоимостью больше одного миллиона рублей? Естественно, играется на такой сборке более чем... Какие впечатления у тебя от игры на компьютере стоимостью больше одного миллиона рублей? Ну, более чем. Классно, потому что никаких нареканий быть здесь, в принципе, не может. У тебя даже в теории ничего никогда не зависит, не зафризит, не залагает. Все будет работать идеально. Но самый главный вопрос. Поднимет ли тебе это твой игровой скилл? Думаю, да. Нет. Блядь, пидор. Это, в смысле, осужда... Асу, осуждаю. А. Тю, так а нафиг он мне тогда нужен? Я-то думал, сейчас киберспортсменом стану. Имидж. Имидж, ребята. Это имидж. Вы ничего не понимаете? Имидж это изолента, провода. Да, 4 светодиода припаянных на материнскую плату. Это имидж, ребята. Колесики, блядь, ручки. А-а. Зверь, машину. Зверь, убийца, смерт. Самокат, блядь. Если у вас не завалялся лишний миллиончик, то почему бы не потратить его на крутую сборку? Да, у меня вот завалялся лишний миллиончик. И я думаю, в принципе, потрачу ее на вот такую вот сборочку. Но, ребята, для вас лайфхак. У кого не завалялся лишний миллиончик, я могу вам продемонстрировать такой же компьютер, но за относительно небольшую стоимость. Внимание. Покупаем обычный системный блок. Пихаем в него всякие комплектующие. И снизу прихуяриваем вот такую вот табуреточку с колесиками. Один в один. Не благодарите. Как по железу, так и внешне. Поставить такую громадину на стол и просто восхищаться ей. Ну да. Зачем еще компьютер за один миллион рублей? Поставить его, блядь, на стол, загромосить все, что у тебя на нем вообще есть, все пространство. И просто сидеть, им любоваться, наслаждаться. Или как он там сказал? Просто восхищаться ей. А, просто восхищаться. Реально со стороны выглядит очень круто. Очень круто. Сейчас я предлагаю всем спуститься в комментарии. Особенно очень удобно взять его за ручки, блядь, выкатить его на улицу, чтобы все повосхищались. Ну, в принципе, для этого вот эти вот все технологии здесь и были сделаны. Конечно, не хватило информации из ролика. Сколько FPS мы вот узнали, сколько FPS он выдает в разных играх, как он справляется с фотошопом, с видеомонтажом, с разными программами, там 4D. Ну, мы все это узнали, конечно, Тимурка. Спасибо, да, топ, топ ПК за свои деньги, топ-тест, в Fortnite поиграли, нормально, что. Конечно, обязательно. Да, на тебе лайк. Это не сложно, да? Да, не сложно. Да, мне тоже будет приятно. Но мне на этом все. Да, мне было приятно посмотреть такой обзор. И я показал вам компьютер стоимостью в 1 миллион рублей. А сейчас я вам покажу, ребята, компьютер за 1 миллион рублей. Ну, в принципе, ну, не на 1 миллион, но намного дешевле. Короче, смотрим, опять же, вспоминаем про вот эту вот топ-сборочку. И берем те же самые комплектующие. Ну, короче, кейс я вам показал. Вот процессор, видеокарта, оперативная память. Ну, оперативку дешевую взял, блок питания получше, чем там. Материнская плата тоже лучше. И, ну, 3 терабайта жорского диска. Короче, в принципе, вот все те же самые комплектующие. Они получаются на сумму 438 тысяч. А данное чудо-произведение, искусство, стоит 800 тысяч. Неплохая такая наценка. Не, ну, почему? За изоленту и проводок это того стоит. В общем, ребята, вот такой вот получился обзор моего будущего ПК за 1 миллион. Если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайки, пишите комментарии, залетайте в описание, вступайте в мою группу ВКонтакте. В общем, там все есть. Также посмотрите мои предыдущие видосики. Буду рад вашей поддержке. В общем, всем удачи, ребята. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok